Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. По данным статистики, в России 70% браков заканчиваются разводом. Об этом мы говорили в прошлом выпуске. Становится закономерным, что люди вновь пробуют создавать семью, вступая во второй, брак в третий. Как выстроить отношения со всеми участниками новой большой семьи? Об этом сегодня и поговорим. Со мной в студии специалист по родительско-детским отношениям, психолог Мария Терентьева. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мария, ну как я уже сказала, в прошлом выпуске мы рассказывали о том, как помочь детям прожить развод родителей. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что же происходит дальше, какие сложности, рекомендации, как помочь детям адаптироваться в новой семье. И я знаю, что в психологии есть такой термин «лоскутная семья». Расскажите, пожалуйста, что он означает, какие особенности таких семей существуют? Действительно, есть такой термин «лоскутная» или «пэтчворк» — семья «лоскутная»? Это семья, в которую входят взрослые, у которых уже был опыт предыдущих отношений, предыдущих браков, и у которых есть дети от этих браков у одного или обоих супругов. И поскольку статистика разводов такова, то становится закономерным, что такие взрослые люди с детьми все-таки хотят построить новые отношения. И на самом деле это прекрасно. Любовь стоит того, чтобы давать ей шанс, и стоит того, чтобы пробовать еще раз. Стремление к парности, к счастью, оно заложено в каждом человеке. Но здесь есть, правда, сложности, есть особенности таких семей. И вот о них хочется поговорить. Особенности эти касаются и взрослых, и детей. Что чувствует каждый член такой семьи? Вот об этом давайте сегодня. Наличие прошлого опыта — это главная особенность таких семей. Что еще особенного? Вот что касается прошлого опыта, я бы здесь прямо еще задержалась, потому что это очень важно. Действительно, каждый входит в пару с опытом предыдущих отношений. И чем удачнее будут следующие отношения, чем завершеннее предыдущие. Вот когда завершен развод по-настоящему, тогда можно, правда, идти в новые отношения и уже быть гораздо больше, в более здоровых отношениях в новой семье. А что такое завершенный развод? Это когда супруги бывшие живут на отдельной территории, само собой. То есть это территориальная независимость друг от друга, такая физическая. Когда они способны финансово каждой себя обеспечить. Я не говорю сейчас об элементах, это отдельная история. Но, в общем, когда они материально друг от друга независимы. И, конечно, когда они эмоционально друг от друга независимы. Это значит, что вопрос с обидами, претензиями друг к другу, почему у нас не получилось, что бы там ни было. Он, ну, в общем-то, завершен этот вопрос. Каждый за свои чувства отвечает, каждый может это для себя сделать. И как-то вот сделать так, чтобы между, ну, избавиться, наверное, прожить эти обиды, может быть, избавиться неправильное слово, но прожить эти обиды и какие-то претензии к предыдущему своему супругу. Тогда и детям лучше становится, потому что мы невольно транслируем свою, да, свою такую нелюбовь к предыдущему партнеру своим детям, общим с ним. Невольно мы это делаем. Вот. Поэтому чем более завершены отношения, тем лучше. Чем больше уважения в отношениях между бывшими супругами, тем легче будет строиться следующие. Вот на этом хорошем фундаменте, да, когда есть согласие с своим прошлым опытом, вот у нас так получилось. И, ну, жаль, да, вот мы делали каждое все, что могли. Я себе оставлю свою часть ответственности за то, что у нас не получилось, тебе возвращаю твою. И благодарю тебя за все хорошее, что у нас было. Вот когда супруги могут разойтись вот на такой ноте, в новые отношения им зайти будет гораздо легче. И в этой новой семье они, ну, что ли, не будут, ну, фонить прошлым опытом. Потому что, правда, в лоскутных семьях вот это наличие прошлого опыта и родительского, и вот этого семьи, и своей родительской семьи, своей семьи в первых отношениях, и своего родительства с первыми детьми, вот оно является важным. Мы невольно этот опыт будем транслировать. А еще, конечно же, что отличает? Люди приходят друг к другу, да, вот я сказала, со своим опытом. Люди приходят друг к другу еще и даже с бабушками-дедушками этих детей, да, с детьми, со взрослыми, ну, с этими предыдущими партнерами. И у каждого из них может быть очень много какого-то напряжения по отношению друг к другу, каких-то страхов. И это все невольно создает тоже такой фон. И здесь надо очень много о чем договариваться, много о чем разговаривать. То есть в таких отношениях важна искренность. И вот какие-то недомолвки, какие-то, ну, где-то что-то смолчали, где-то протерпели. И оно потом, вот чем больше это копится, напряжение такое непроговоренное, тем потом легче это взрывается и выкатывается в большую претензию друг к другу. Также можно сказать, что особенностью лоскутной семьи является то, что у партнеров нет времени на построение долгой привязанности, долгих отношений. Ну, когда мы в студенчестве все встречались, могли долго гулять, держаться за руки, какие-то планы строить и, в общем-то, были свободны от каких-то обусловленностей, то здесь есть некие условия, с которыми люди входят в отношения. Это как дети, это какой-то график в отношения этих детей, это какие-то отношения с бывшими партнерами. И это все создает вот эти новые, да, такие рамки. И, конечно, нет времени на формирование привязанности вместе вот с этими детишками от предыдущих браков. То есть, что я имею в виду? Ну, когда мы узнаем, что будет ребенок, у нас есть 9 месяцев, чтобы подготовиться, мы видим, как он растет, мы умиляемся его там первым шагам, да, его мимики. То есть, у нас есть такое длительное время на формирование привязанности к этому малышу. И появляется новый человек, например, да, отчим. И он видит уже там 12-летнего подростка такого, размер ноги уже больше, чем у мамы такой. Он может где-то быть грубым, хамоватым, да, как любой подросток. И вот здесь сформировать такое тепло с самого начала. Он не знает, какой предыдущий у него, какой он был маленький, да, вот у него ничего этого нет. Он видит уже перед собой такого готового человека. Это тоже непросто, согласитесь. Но все равно же, получается, имея свой опыт, многие стадии считаются пройденными автоматически у людей. Ну, то есть, понимание каких-то процессов уже есть. Да, но тем не менее, свой собственный ребенок – это немножко уже другое, да, чем ребенок, которого ты только в первый раз увидел. А у него еще есть какой-то другой родитель, и у тебя, может быть, какое-то свое отношение к этому другому родителю. Об этом мы тоже поговорим. Я хотела добавить, что еще одной из особенностей таких семей является то, что пока у них не сформировалось общих традиций и каких-то общих, ну, может быть, интересов, да, привычек. И иногда эти привычки и интересы могут вообще противоречить друг другу. Например, в моей практике было так, что одна семья привыкла на зимние каникулы ездить на лыжах кататься, и вообще зимние виды спорта, там, снег, они все очень любят. А другая семья, у них была традиция на новогодние праздники уезжать в теплые страны. И получается, вот как им здесь договориться, да, то есть очень много вопросов, по которым стоит договариваться. И, конечно, еще очень сильно влияет вот этот опыт, который каждый получил, разведясь в предыдущих отношениях. То есть опыт развода – это что? Это опыт выхода из контакта. Это не опыт, когда мы договариваемся и продолжаем, да, эту семью, а когда мы разрываем. И получается, даже если этот опыт был болезненный, он все равно нам известен, а мозг наш устроен так, что известный нам путь, он будет нам его предлагать вновь и вновь, потому что известный путь, он наиболее безопасный, считает наш мозг. И вот этот опыт выхода, он будет все время вот как такая опция, которая возможна, возможно, возможно. И каждая ссора, каждое какое-то напряжение, у каждого из этих партнеров будет идея, а можно выйти из этих отношений. И это тоже, ну, в общем, создает такую сложность в формировании длительной привязанности, долгой. И средний срок формирования лоскутной семьи – это, ну, примерно 10 лет. Это прям, правда, долго. То есть вот, ну, 4 года – это такой минимум, который вот, когда люди начинают уже доверять друг другу. И взрослые, и дети. Да, это справедливо для каждой, для всех возрастов здесь. Но получается, еще одна из основных задач в момент создания лоскутной семьи – это все-таки объяснить ребенку, что его ждет, что предстоит. Ну, вот обычно что детям говорят, вступая в новый брак? Нам нужна новая мама или нам нужен папа в нашей семье. Да, у себя будет новый папа. Как вот это вот происходит? И еще есть такая установка о том, что, ну, вот там, отец или мать – это не тот человек, кто родил, а тот, кто воспитал. Как психологи относятся к таким вот постулатам? На самом деле крайне негативно мы относимся к таким посылам, потому что родители у ребенка два. Те, чей это был биоматериал, ну, так вот скажем, да, откровенно. Тот, кто родной отец, тот, кто родная мать, и заменить их невозможно. Потому что у ребенка со своими родителями биологическими есть и генетическая связь, и духовная связь, и эмоциональная связь. Даже если этот ребенок никогда не видел своего родителя. Есть исследования, да, наблюдения о том, что они похожи, их мимика похожа, у них интересы могут быть общие, хотя они не общались между собой никогда. И вот эта идея о замене, о том, что возможно кого-то заменить, она на самом деле вредит всем. В первую очередь детям, конечно. То есть папа — это не шахматная фигура, ее невозможно заменить. Да, это люди. И здесь очень важно, чтобы не у такой матери, которая подбирает... Ну, мы говорим сейчас про мать, но это справедливо для мужчин, которые выбирают мачеху своим детям тоже одинаково. Чтобы у таких матерей не было идеи, что можно выбрать себе лучшего папу. Вот лучший тот, который родной. Возникает вопрос о роли отчима или мачехи. Что же, какая же тогда у них истинная роль? Рассказать об этом? Да, да, конечно. Расскажите, пожалуйста. Хорошо бы, чтобы и у отчима, и у мачехи тоже не было идей, что они могут сейчас этого ребенка перевоспитать, или что они знают, как для него правильно вообще, какой он должен был бы быть. Здесь такой очень деликатный такой момент, потому что есть отношение вот этого, ну, возьмем отчима, да, с ребенком, а есть отношение отчима с бывшим партнером, с бывшим мужем этой женщины. И здесь про разное я прямо сейчас остановлюсь на каждом из аспекте. То есть хорошо, чтобы он и в ребенке уважал своего, его отца, и самого этого отца уважал тоже, как партнера этой женщины. Да, что здесь имеется в виду? Ну, в первом случае понимать, что он не сможет занять место папы. И хорошо ребенку так и проговорить. Я не смогу быть для тебя папой, да, я не папа, но у меня будет другая роль. Я вот с твоей мамой, и у нас тоже с тобой могут сложиться хорошие отношения. Воспитывать, вот считается, да, что у отчима по отношению к своему пасынку нет ни прав, ни обязанностей. И у мачех по отношению к своим пачелицам тоже. Ни прав, ни обязанностей. Они не должны их воспитывать. Хорошим решением, да, такой вот советом будет проводить воспитательную политику родителя. Ну, то есть, как, например, отчим говорит, мама будет недовольна, что ты тарелку оставил на столе, отнеси, пожалуйста, ее в рак. В третьем лице, в третьем лице. И, как бы, проводя вот эту мамину, да, линию воспитания не от себя. По крайней мере, пока не установилась между ними доверительная связь. Ну, это где-то года три. То есть, это прям долго. Это по-настоящему долго. И вот это важно, что я не буду твоим папой. Я не смогу заменить себе папу. Папа у тебя уже есть. А имеет ли значение возраст ребенка? Ведь, как мне кажется, чем младше ребенок, тем сроки эти сокращаются. Да, действительно, возраст, конечно, имеет значение. То есть, с подростками договориться посложнее. Ну, я бы сказала, что имеет значение еще и темперамент ребенка. Как он готов принимать и не принимать, да, вот что он чувствует. Считается, что девочки лучше переживают развод, легче, но сложнее образование лоскутной семьи. А мальчики сложнее переживают развод, но легче им дается вот, да, создание новой семьи. И я хотела еще добавить про отношение, вот, допустим, отчима к предыдущему партнеру женщины. Здесь прям тоже такой важный момент, когда, ну, признать на самом деле, что благодаря отношениям с этим мужчиной, благодаря браку с этим мужчиной, появился вот, вы встретили такую прекрасную женщину. И весь тот опыт, который пережила эта женщина с этим мужчиной, позволил ей стать той, в которую вы влюбились. И это значит, что стоит найти внутри себя такую точку, какое-то такое, да, внутреннее такое состояние, в котором можно поблагодарить этого первого партнера, да, и сказать, ты был первый, а я второй. Да, найти себе тоже место в этой семейной иерархии. И это место будет, ну, уже за предыдущими. А может быть, это будет место третьей жены. И тогда здесь тоже честно будет сказать себе, я третья жена у этого мужчины. И поблагодарить мысленно тех женщин, которые были до вас. Потому что так только благодаря им. И что бы там ни было между ними, он стал тем, в кого вы влюбились. И он стал тем, с кем вы хотите строить дальше отношения. Можно сделать это, психологи рекомендуют часто такую практику в виде письма, например. Например, когда вот это письмо не отправляется адресату, но это такой внутренний разговор с ним. Я уважаю тебя в твоих детях. Я не буду становиться им лучшей мамой. Я знаю, что ты самая лучшая мама для них. Я была после тебя. Я вторая или третья жена. Я с этим не спорю. Я уважаю тебя и тот опыт, который мой муж получил с тобой. Вот такое признание места в своей семейной системе, правда, очень важно. Это очень, ну, снимает напряжение, облегчает дальнейшее взаимодействие. А что происходит в этот момент в голове и в сознании ребенка? Ведь получается, у него теперь двое, две мамы, два папы, еще там много бабушек, дедушек со всех сторон. Мы советуем называть мамой и папой тех родителей, кто является биологическим родителем все-таки, да. То есть не путать детей. Папа у них, папа один, и мама одна. И здесь важно правильно просто объяснить. Мы говорили в прошлой передаче, что на правду можно опереться. И вот не стоит детям врать, что это, например, мой друг, когда мы знакомим со своим избранником. Потому что дети считывают вот этот романтический контекст между мужчиной и женщиной. И они понимают, что это не друг, это еще что-то. И когда есть такой обман, возникает напряжение, да, так. И они начинают больше так прислушиваться, присматриваться, больше тревожиться, конечно. Поэтому стоит сказать, как есть, да, мы нравимся друг другу. Вот он ухаживает за мной, да, мы хотим попробовать вместе создать отношения. Мы, правда, не знаем, что из этого получится, может, получится, а может, не получится. Мы будем стараться, но нам вот хочется, чтобы у нас получилось. Да, вот когда при знакомстве можно говорить, например, так. Ну, вообще, конечно, советуют такое, ну, плавное знакомство, да. Это такая встреча, сначала может быть случайная, потом эти встречи могут становиться как-то все чаще, да, потихоньку давай друг другу привыкнуть. Вот. И вот объяснять правду, рассказывать детям все-таки такую истину, да, что происходит между мной и вот тем, кого я выбираю. То есть в какой-то момент поставить ребенка перед фактом, что вот этот дядя или этот тетя будет теперь с нами жить, это не лучший вариант? Детям не под силу решать какие-то взрослые вещи. И с детьми лучше не советоваться. Будем ли мы с ним жить, или как ты считаешь, стоит ли мне с ним жить, нравится ли он тебе, да. Все-таки дети не должны брать ответственность за такие решения. И если он скажет, я не готов, я не хочу с ним жить, это не значит, что не нужно начинать на самом деле вместе жить. Да. Дети великие консерваторы. Они не хотят изменений, они не хотят нового. И в душе, на самом деле, они все еще хотят, чтобы мама и папа были вместе. Поэтому, скорее всего, дети, ну, особенно если они хорошо общаются с обоими родителями, они могут быть не рады этой новости. И тогда мы просто помогаем им прожить все свои чувства. Мы выдерживаем протест ребенка, мы помогаем ему с этим справиться, мы разговариваем с ним, да, что ему не нравится, как бы ему хотелось, даем ему выговориться. Это не значит, что мы делаем все, что нам ребенок тут продиктовал. Мы даем ему выговориться, снять свою тревогу, свое напряжение, выразить все свои чувства здесь. Получается, лучше не оставлять наедине вот ребенка и нового партнера, если ребенок категорически против. Уже сложилась эта лоскутная семья, но так получилось, что нет контакта. Если получилось, что нет контакта, значит, были допущены какие-то ошибки. Значит, что-то такое пошло не так, и с этим стоит разобраться. Все-таки, как правило, контакт получается установить. А по поводу оставлять, не оставлять вместе, здесь вообще очень такой тонкий момент. Одна из рекомендаций, как выжить вообще в этой семье, как сделать так, чтобы лоскутки все срослись, хорошо срослись, гармонично, это баланс внимания и времени. То есть время, которое мужчина и женщина проводят вдвоем, создают свою пару. Время, которое каждый из этих партнеров проводит со своими детьми наедине. И время, когда они все вместе. Вот мужчина, женщина и их дети от предыдущих браков все вместе. И вот здесь должен быть баланс. И оставлять наедине или не оставлять наедине уже решается, исходя вот из того, как вот здесь налажен контакт. Как выстраиваются отношения между детьми из разных семей? Ну, если каждый из супругов пришел с предыдущим опытом, со своими детьми, эти же дети, эти люди, они тоже ведь чужие друг другу. Они чужие друг другу, это правда. Выстраивается контакт постепенно. Не стоит очень быстро съезжаться. Я предостерегаю всех от того, чтобы прям кидаться сразу, да, и вместе жить. И было бы, наверное, странно, если бы дети так раз и прям сразу подружились. Все-таки стоит знакомить друг с другом, какие-то совместные активности предлагать, искать общие интересы. В чем они у этих детей? Может быть, они есть? И, скорее всего, они есть. И потихоньку, чуть больше времени вместе, чуть больше времени вместе. Конечно, есть рекомендации базовые для родителей. Например, не сравнивать этих детей, не выбирать кого-то. Как мы про сиблингов говорили, не стоит там выбирать, на чью-то сторону вставать из них. Это будет все усиливать их конкуренцию между собой. И наоборот, поддерживать их общение, поддерживать какую-то связь между ними. Да, это будет хорошо. То есть постепенно, это такой процесс, правда, поступательный. Несколько лет это занимает, а то и все пять лет, чтобы дети привыкли друг к другу, чтобы они согласились внутри себя с тем, что действительно родители больше не будут вместе. И теперь вот этот человек, вот эта женщина пришли в семью. И теперь они здесь занимают свое место. И с этим придется как-то согласиться. На это нужно время. Когда в лоскутной семье появляется новый ребенок, как выстраиваются отношения между вот этим новым ребенком, получается, у которого и мама, и папа уже вот в этой семье, и тем ребенком, который пришел из предыдущего опыта супругов? Конечно, у таких детей может быть ревность, да, потому что у меня родители развелись, а у него они вместе. Да, и такая, может быть, заведомо чувство несправедливости и зависти вот к этому ребенку. Но это тоже все возможно нивелировать, да, проговаривая, объясняя, да, постепенно дети, в общем, соглашаются, что теперь так. Тут очень важно, чтобы ребенку родители разрешали все чувства, разрешали разговаривать об этом, разрешали не соглашаться, да, как-то бунтовать. Это не значит, что следовать тому, что ребенок делает такой. Нет. Это значит, что он имеет право переживать это по-разному. Вот так, как он переживает, так и правильно. А вы просто помогаете ему с этим справиться. Мария, давайте поговорим о детях. Что они чувствуют, когда родители создают новые отношения? Можно, да, поговорить о них и попробовать чувствовать в такого ребенка. Вообще вот этот навык эмпатии, вот почувствовать, что чувствует другой, он прям полезен, особенно в таких деликатных отношениях. То есть, во-первых, дети еще не очень согласны с тем, что произошел развод. Они по этому поводу горюют, злятся, да, могут чувство вины испытывать, могут испытывать какую-то неопределенность перед будущим. И еще появляется некий новый человек. И этот новый человек может такому ребенку, ну, не понравиться, например, да. Ну, просто, допустим, этому мальчику не нравится, как он шутит, как он смеется, или какие-то его привычки, они совсем разные. И у него это может вызывать какой-то такой тоже дискомфорт. Такой ребенок может начать ревновать своего родителя вот к этому новому появившемуся человеку. То есть тут добавляется еще чувство, да, ревности. Здесь может быть, опять же, тревога за будущее. А что теперь будет? Как мы будем жить? Где мы будем жить? Вот такое много неопределенности. А еще есть такое, в психологии такой термин, лояльность своему родному родителю. И, например, если я вдруг подружусь вот с этим человеком, да, с отчимом, если мне понравится, мы можем, ну, там, хорошо, да, будем общаться. А не придам ли я тогда папу родного? Да? Имею ли я право подружиться? То есть таким детям, вот они испытывают огромный такой клубок переживаний. И им помочь можно только тем, что родители с ними, ну, правда, разговаривают, разрешают переживать, разрешают говорить, что, да, что у тебя, да, что ты чувствуешь в моменте. Разрешают выражать все свои тревоги, задавать вопросы. И, конечно, когда родители сами говорят о том, как будет сейчас, где мы будем жить, как мы будем жить, да, какой у нас будет порядок. Вот, ну, то есть это все снимает напряжение. Что останется неизменным? Что поменяется в наших отношениях теперь? Вот об этом тоже очень важно разговаривать. Мария, в завершении программы давайте нашим телезрителям дадим рекомендации, что поможет новой хрупкой семье стать единым целым и какой срок на это нужен? Как я уже сказала, не торопите, пожалуйста, события, где-то примерно от двух лет до десяти, зависит от разных обстоятельств, нужно на то, чтобы правда стать одним целым, чтобы все лоскутки срослись и стали таким гармоничным, красивым, единым полотном. И что может здесь помочь? Конечно, правила и границы. У каждого человека они были свои какие-то, да, какие-то свои представления о семье. И хорошо бы создать какие-то общие правила, единые, да, как мы будем жить. Эти правила прям можно даже написать, и чтобы все их видели. Можно проговорить, что можно, да, что можно делать, что нельзя. Например, у него там какая-нибудь дорогая мебель в квартире стоит, и по ней нельзя босиком прыгать, да, на ней нельзя, там, забираться с ногами. Это тоже важно. То есть даже такие мелочи очень важны, чтобы были проговорены. Конечно, общие интересы, общий какие-то, общий досуг будет помогать. То есть даже здесь задача, ну вот, родителя найти общие интересы между вот этим новым членом семьи и своими детьми, что их может объединить, да, и это делать. Совместные игры тоже будут помогать. Любые игры, настольные, спортивные. Потому что в спорте, да, вот в таких вот состязаниях есть элемент соревновательности, есть элемент проживания тоже разных эмоций по отношению друг к другу. И, например, можно друг, там, когда ты играешь в футбол, можно друг к другу что-то прикрикнуть, да, как-то даже огрызнуться, и это будет выходом агрессии. В конкуренции между сиблингами, вот эти все ходилки, настольные игры, где можно, да, побеждать, это тоже будет, ну, такой разрядкой. Бить друг к другу подушками, устраивать прямо вот такие, ну, вот шуточные, да, бои, это тоже хорошо. Здесь тоже происходит разрядка, ну, напряжение, да, можно прямо вот как будто бы вслух ругаться. Это вот так психика наша считывает. Как я уже сказала, очень важно создавать новые традиции и для пары, мужчины и женщины, и для их детей. Совместное время, вот это вот три сета времени, когда мы между, да, мужчина и женщина проводят время друг с другом, оно обязательно должно быть, иначе, ну, вот эта парность не сложится. Когда каждый родитель со своими детьми проводит время, и, конечно, вот это вот время все вместе. Это примерно равные кусочки времени, и тогда вот здесь тоже будет баланс. Ну, наверное, еще очень важно иметь такой, ну, такую традицию, как стол переговоров. То место, где можно прийти и поговорить о каком-то дискомфорте, да, то, что возникает. Ведь, правда, люди друг друга не знают, они не знают привычек друг друга, каких-то повадок. Может быть, у кого-то какая-то шутка будет для него нормальная, а для новоиспеченного члена семьи это будет какой-то грубостью, и тогда хорошо, чтобы он об этом сказал и не замалчивал. Вот как-то уметь говорить об этом. Вообще навык эмпатии, да, навык активного слушания вот в таких семьях очень важен. То есть, правда, видите, как много рекомендаций, как много такой должно быть взрослой позиции у родителей для того, чтобы и самим друг другу, друг от друга не ждать лишнего, и детям помогать. И есть еще такой момент, когда, ну, самый сложный, наверное, момент в лоскутных семьях, это когда встречается, например, у него уже есть дети, а у нее нету. У нее, например, есть просто за плечами опыт брака, а детей нету. И здесь, ну, я рекомендую, на самом деле, взвесить свои силы, свои такие душевные силы, потому что вот просто нужно очень отдавать себе отчет, что человек приходит с этим, с своей первой женой, вот с этими детьми, и это с ним будет навсегда. У него всегда будет внимание уходить и туда тоже. Внимание, просто наше внимание, финансовое внимание будет уходить туда тоже. И если есть идея, что хочется быть на первом месте, получать все внимание, какая-то немножко конкуренция с предыдущей семьей, какая-то ревность к этим детям, то стоит сделать шаг назад и все-таки взвесить свои силы, насколько это возможно. Потому что, ну, стоит принимать ту реальность, которая есть. А реальность такова, что у этого человека есть вот это, да, эта семья, эти дети. Ну, если любите, то любите его целиком. Мария, спасибо большое за такой откровенный разговор на такую сложную тему. Счастливая и крепкая семья – это то, к чему стремится каждый. И опыт за плечами супругов должен помогать выстраивать отношения и делать выводы с заботой не только о себе, но и о своих детях. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова